МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году у Татьяны Григорьевой сбылись сразу две заветные мечты. Недавно девушка с отличием закончила вуз, а теперь готовится отметить новоселье. Раньше она вместе с будущим мужем проживала на съемной квартире. Но всегда, говорят, молодые люди, хотелось обустроить свое семейное гнездышко. Да, вот сейчас были в квартире, очень понравилась светлая квартира. Вид очень прекрасный. Ну, все очень хорошо. А с соседями уже познакомились. Как ездить? Да, нормально, хорошие соседи, очень доброжелательные. В свою квартиру переезжает и Павел Колбасов, причем в очереди на получение жилья молодому человеку. Долго стоять не пришлось. Потихонечку будем обустраивать, заселяться. Постепенно сначала кровать появится, там бытовая техника, тумбочка. Самое главное, он уже уверен, он уже знает, как находить варианты по разрешению дальнейшей своей проблемы. Вместе с Павлом и Татьяной заветные ключи от квартир получили еще 13 семей. Решить жилищный вопрос детей-сирот в столице республики планируют в ближайшие годы. Сейчас в очереди стоят более 200 человек. В этом доме получат ключи 61 квартиры детей-сироты. От 61 квартиры. И до конца года еще 17 ключей вручим детям-сиротам. Конечно, хочется одновременно всем представить, но финансовые возможности, вот как максимально позволяет нам, мы это делаем. Это обеспечение детей-сирот квартирами под постоянным контролем главы республики. Он следил, как строился дом, он следил, как средства выделялись, как эти осваивались. Новоселам вручили ключи от уже обустроенных квартир. Установлены газовые плиты, подключена сантехника, наклеены обои. Качество работ временно исполняющий обязанности главы республики решил оценить лично. Все с балконом, с открывающимися окнами. Вот эти, что-то я понял, да? Вот, была. Все, есть. Ходей, грузуйте, выйдите. А потом уже коробами туда не закроют. Вообще, развитие этого района – приоритетная задача. Здесь проживает много молодых семей. В ближайшие годы для них возведут школу и детский сад. Будем строить развязку, средства выделили по ремонту базового проезда. Здесь, по данным Хмельницкого улицы, которая на перекрестках выезжает. Тем самым, создается более-менее такая хорошая атмосфера для жизни, для счастья, для мира и согласия. Создать крепкие семьи Михаил Игнатьев пожелал и счастливым новоселам. Митриковалев, Александр Петров. Республика. Развитие транспортной сети столицы республики обсуждали сегодня на рабочей встрече времен исполняющего обязанности главы Чуваши Михаила Игнатьева с коллективом Чувашского пассажирского автотранспортного предприятия. Водители пожаловались Михаилу Игнатьеву на то, что частные перевозчики в лице владельцев маршрутных такси не соблюдают правила дорожного движения. Порой ведут себя на дорогах по-хамски и не думают о безопасности. Сейчас пик на остановку, надо бать, невозможно заехать. Мы так как возим льготников, инвалидов, наша задача подъехать максимально близко к бордюру, чтобы люди могли выйти, зайти спокойно. Потому что у нас ездят инвалиды, и с палочкой, и бабушки ездят. В час пик просто невозможно бывает подъехать. Приходится не то, что полметра, иногда приходится на второй полосе даже останавливаться. Из-за того, что не подъедешь к маршруткам. Одно дело они стоят, подъехали, высадили, поехали, а бывает они подъедут и стоят, и набирают народ. И сигналишь, ну что нам остается, драться что ли, драться с ними, смысла нет тоже. В основном речь шла об остановке улицы композиторов Воробьевых на нечетной стороне. Не откладывая в долгий ящик, Михаил Игнатьев решил воочию проверить, как обстоят дела на самом деле. Один на другой, один на другой лезут. Вот этих водителей надо лишать водительских прав. Сокращать их надо. Сокращать, а кто? Вот понадобали, вы же понадобали. Мы сократили тоже. Сократили что там на процентов 10, наверное. Их не должно быть столько. Они между собой вот дерутся, спорят, делят что-то непонятное. За несколько минут, что провел Михаил Игнатьев на самой оживленной трассе, водители неоднократно нарушили правила дорожного движения. Видите, где он встал? Он же мог проехать вот сюда. Там же не место остановки, посмотрите. Он вот стоит там. Ну, остановка, а тут начинается. Вот иди разберись, иди разберись, почему он там останавливается. Маршрутки, видите, как? Они когда останавливаются, они вон вообще на проезжую часть... Ну да, конечно, конечно. ...останавливаются. Хотя этого не должно быть. Установок не всегда хватает. Он просто не знает, куда ехать. Понятно. Когда перейди свободно, перейди же можно. Это можно. Проблема городским властям известна. Это была разы включена на 4 года. В принципе, этой темой занимаемся. И отдел транспорта Коныгину сейчас поставили задачу разработать новые маршруты, соединяющие северо-западный центр с новоюжным районом или с южным, чтобы на одном маршруте можно было проехать без пересадок. Вы хронометражи делали? Ну вот они сейчас этим занимаются. А в целом количество маршрутов надо будет сократить через 2 года. Важно, чтобы сокращение маршрутов и, возможно, количество автомобилей не повлияло на регулярность движения, подчеркнул временно исполняющий обязанности главы Чуваши. Жители столицы должны вовремя добираться до работы и домой и чувствовать себя в безопасности на дорогах. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Расиль Мухаммедов, Республика. Лозунг «Дружба народов» в действии. В Чебоксарском районе в гости делегация Ургазинского района Республики Башкортостан. Программа визита весьма насыщена, ведь в составе делегации руководители предприятий, организаций, главы администрации поселений, директора сельскохозяйственных предприятий. У каждого свой интерес. Гости побывали на Чебоксарском электромеханическом заводе и в агрохолдинге «Юрма». Предприятие, я скажу, конечно, современное, чувствуется культура производства и современные технологии. Коллег из Башкортостана интересовало многое. Как развивается местное самоуправление, на что делает ставку местный бизнес, что нового есть в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. В районе Побратиме подготовили культурно-спортивную программу. Посещали музей и Синьел-Покровский дом культуры, где наши дети прекрасно показали концертную программу, где татарский танец, чувашский танец, русский танец, башкирский танец. В совершении визита – товарищеский матч по футболу, в котором, как и положено, победила дружба. Очень даже понравилась поездка в наш побратимый Чувашский район, Республика Чувашия. Мы почувствовали себя как дома. Везде зелень, красота. Будем ходить в гости, вас будем ждать у себя в гостях. Александра Федорова, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня кандидат на должность главы Чувашии Михаил Игнатьев встретился с доверенными лицами. Из рук Михаила Васильевича они получили официальное удостоверение, подтверждающее их полномочия. Среди доверенных лиц кандидата – ректор Чувашского государственного университета, Андрей Александров, советник главы Чувашии Лев Кураков, председатель общественного совета при главе города Чебоксары, Анатолий Гумнов, руководитель крупнейших предприятий Чувашии, Валерий Иванов, Николай Угослов и другие известные и уважаемые в Республике и за ее пределами люди. Более подробно о встрече мы расскажем в следующих выпусках программы «Республика». В зале Чувашского национального музея открылась выставка голографии. Экспозиция была составлена учеными и физиками Санкт-Петербургского оптического института. На ней побывали и наши корреспонденты. Воссоздать объемную трехмерную копию объекта способны голограммы. Именно это и отличает их от обычных картин. В мире появляются даже новые направления в искусстве, которые берут за основу 3D-изображения. Для создания таких экспонатов физики Государственного Санкт-Петербургского оптического института использовали лазеры и свет. Сначала предмет устанавливается перед фотопластиной. Потом специальным оборудованием снимают эту пластину. В итоге получается объемное изображение картины. На выставке представлены свыше 30 экспонатов. Некоторые голограммы были привезены из Эрмитажа, другие взяты из частных коллекций, которые никогда раньше не экспонировались. На голограммах изображены герои греческой мифологии и религиозные сюжеты. Христианские храмы расположились на картинах по соседству с католической скульптурой и индуистскими богами. Не остались без внимания и традиции восточных стран. На выставке еще представлены предметы, которые привезены из Англии, из Америки. Из Америки привезли танцующие картины. В Англии сделанные предметы – это цветные многограммные рисунки. По словам смотрительницы музея Галины Лысовой, большей популярностью выставка пользуется у молодежи. Особый интерес у посетителей вызывает композиция «Танцующая», созданная американскими мастерами, с использованием приема анимации. Если смотреть на нее под разными углами, то создается иллюзия движения. Мне больше, конечно, нравится Венера Миловская своим изяществом, своей фигурой. Вторая мне нравится композиция «Собор Христа Спасителя», тоже очень впечатляющая. Вся экспозиция интересная, каждая по-своему. Лучше сюда прийти и посмотреть. Увидеть голографические изображения можно в Чувашском национальном музее до 6 сентября. Мария Леончик, Игорь Зверев, Республика. Современные туристы все чаще путешествуют на своем автомобиле, предпочитая организованному отдыху, отдыху, по душе и желанию. Когда можно историю родного края поизучать и с комфортом отдохнуть у озера с удочкой. Можно ли в Чувашии выполнить все эти условия, если в республике так называемый сельский туризм? На эти вопросы попытались ответить в Ибрестинском районе. Там прошел специальный пресс-тур, открывший журналистам самые привлекательные туристические объекты. Главный из них – этнографический музей под открытым небом. Он был создан еще в 1980 году. Эту курную избу искали по всему району. Рассказывают, что нашли ее у старенькой бабушки в селе Хормалы. Построили ей новый дом, а эту перевезли в музей. Начали жить в 30-е годы, уже аккуратно. Это от русских клиняли чувашь, вот это наоборот, появились навесочки такие, они вязаны крючком. Репродукты, главное, посмотрите, керосиновые лампы начали освещать дома. Основные экспозиции музея связали воедино несколько эпох. Вот здесь представлен интерьер дома 50-х годов 20-го столетия. В 50-х годах чуваши намного стали жить лучше. Начали строить такие большие дома, пятистенные дома, кухни отдельно от зала. Вот здесь зал представлен, и в зале мы видим те предметы, которые появились в 50-х годах. Это швейная машина, радиола, тут гармошка, часы, вот мы все это видим. И близенцы гордятся своим земляком, известным чувашским художником Виктором Немцевым. Его работы представлены в картинной галерее. Здесь представлены его работы, которые он подарил нашему музею. В основном Виктор Леонтьевич пишет портреты, живопись, натюрморты. Есть в музее экспозиция герой Великой Отечественной войны Алексея Моресева, который заново учился летать в Ибресинской летной школе. От исторических познаний к комфортному отдыху гостевой дом уютный дворик может предложить приятный отдых в лесном массиве. Не зря Ибресинский район называют сердцем и легкими чуваши, ведь три четверти территории района занимают хвойные и лиственные леса. Здесь легко дышится, говорит Юрий Русков. Он долгое время работал в Москве, затем решил вернуться на родину. На заброшенных площадях колхоза построил гостевой дом. Еще одно место, где можно забыть о проблемах – туристический комплекс «Глухариная роща» и музей пчеловодства. Для любителей экстрима в селе Чурашево действует даже аэропорт. Построен еще в советское время, он используется для нужд малой авиации. Некоторых туристов в районе могут привлечь христианские святыни. В селе Малые Кормалы восстанавливают монастырь. Он действовал здесь до середины 20-х годов XX века. В монастыре жили 50 послушниц. Сейчас на месте бывшей церкви строится храм святителя Николая и храм иконы Иверской Божьей Матери. Здесь находится святыня и иконы Иверской Божьей Матери с горы Афон 1856 года. К ней приезжают и молятся и просят о здравии и за себя, и за детей, и за окружающих. Она представляет для нас великую ценность. Кроме Малокрамалинской церкви, в Ибресенском районе туристическими объектами называют Камаево поле, святой источник Пантелеймона, целителя, курганы захоронений, места прохождения войск царя Ивана Грозного, места поклонения языческому богу Кереметь, поселение Чувашского князя Тимея Тинякова и Каменную часовню 1885 года. В Бресенском районе развитием сельского туризма занимаются давно. Желающих поработать в этом направлении немало, но многих останавливают бюрократические препоны и вопросы аренды земли. Первые вопросы – это оформление права собственного земли. Без земли никуда. Вот этот участок у нас, он через конкурс Министерства природных ресурсов, он оформлен в аренду. Но аренду на 10 лет, а когда, мы знаем, уже часы тикают, и когда к конец приближается, и могут быть вопросы по управлению аренды, то вопрос возникает, нам дальше развиваться или нет. Поднятые на рабочей встрече вопросы лягут в программу развития внутреннего въездного туризма, которую разрабатывает Министерство культуры Чувашия. Но главное бресенцы уже сделали. Их туристические объекты работают и привлекают путешественников. Татьяна Молокова, Республика. Покупаете ли вы лотерейные билеты и как часто выигрываете? Ну, надо же, опять повезло. Такие слова часто слышат свой адрес героя нашего следующего сюжета. Как поймать удачу за хвост? Ответ на этот вопрос прекрасно знает Надежда Сафронова. Жительница деревни Нескосы часто выигрывает в лотерее. Первая удача в далеком 77-м году – телевизор «Каскад». Сейчас он стоит в доме как реликвия. Затем были пылесосы, чайники, ковры и, конечно, деньги. Однажды мне приснился сон перед Новым годом. Цифры 4, 20 и 43. Ну, что к чему, я не знала. Ну, и пошла в магазин брать лотерейные билеты под этими номерами. Четвертый номер остался. 43 и 20 уже не было. Люди купили. Ну, я взяла другой номер. Ну, у меня выиграл 4, 20 и 43. Люди тоже выиграли по одному билету на 5 тысяч каждый. И я тоже 5 тысяч. Я поехала в Чебоксаре, в Магомоле, купила комбайн кухонный. Купила и мне дали лотерейный билет. Заполнила его, бросила в урну. И у меня выиграл чайник. Несмотря на такое везение, живет Надежда скромно. Больше полагаюсь на пенсию, нежели на русское лото. Тем более, что выигрыши в последнее время небольшие. У меня муж вот говорит, ты часто покупала билеты для девчат. И говорит, свою везучесть раскидала. Ну, я почему-то в это не верю шибко-то. Но в то же время и приходится верить, а может и правда. Где-то примерно, ну, в последнее время, конечно, стало 80 рублей, 90 там рублей, 70 рублей выигрывать только. А это везунчик из Чебоксар. Николай Иванов покупает лотерейный билет каждый день. Один из самых крупных выигрышей – 30 тысяч рублей. Когда везет, когда нет же. Это лотерея, это игра. Хочешь, не хочешь. От тебя не зависит. Это как компьютер даст. Это умная машина. Подождите, а если бы выиграли большую сумму денег, вы бы на что потратили? Это бы нашлось, чему бы. На квартиру сына. Ну, на миллион я бы, наверное, вот вложилась бы в создание хорошего фильма на чувашском языке. Естественно, хотелось бы нам квартиру больше сделать, как бы реальную. Я бы купила много себе шоколадок. Можно долго фантазировать, распределяя несуществующие миллионы. Вот только психологи утверждают, когда легкие деньги появляются в реальности, большинство людей оказываются неготовыми к нежданному счастью. У одних начинается мания преследования, другие спускают баснословные суммы за считанные дни. Третьи от радости спиваются. Куда спокойнее жить от зарплаты до зарплаты и лишь изредка покупать билетик, чтобы сказать себе, не в день, как в счастье. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Ну, это у меня все. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова